Эти фотографии появились в интернете в пятницу. На территории гимназии номер 3 вспыхнуло настоящее побоище. Трака при толпе свидетелей. Разнимать воинствующих семиклассников, попутно вызывая полицию, бросился сам директор гимназии. На место сразу выехали сотрудники полиции и благодаря действиям администрации и прибывшим сотрудникам полиции конфликт был исчерпан. Как выяснилось, двое дерущихся представляли гимназию номер 3 и 68-ю школу. У обоих небольшие травмы, опасности для здоровья нет. Пролезли два мальчишки на бытовым проблемам, своим, подростковым проблемам, только в присвидетелях. Набрать такую толпу народа с двух школ, где в одной школе тысяча обучающихся учатся, в другой полторы тысячи, для этого микрорайона никакого труда не составляет. По любому поводу. Впрочем, здесь, как выяснилось, повод весьма конкретный. Интернет-переписка, где ученики, не стесняясь, поливали грязью представителей соседнего учебного заведения. Причиной явилась переписка среди обучающихся, в ходе которой ученики одной образовательной организации, скажем так, нелестно отзывались о другой образовательной организации. Но на сегодняшний день нами установлены эти переписчики, скажем так, и инициаторы этой переписки. Будут, соответственно, приниматься соответствующие меры профилактического характера. Однако, если поводом для потасовки действительно стала оскорбительная переписка, то возникает вопрос, откуда вдруг такая неприязнь между учениками? Одна из версий случившегося гласит, что конфликт между учениками носит фундаментальный характер. Два учебных заведения расположены на расстоянии около 100 метров друг от друга. При том, что одно из них школа, а другое гимназия. А значит, конкуренция между школерами и соседями неизбежна на всех уровнях. Вот только до насилия в этот раз дошло впервые. Такие взаимоотношения между учениками – дело вполне распространенное. Детский максимализм и желание быть лучшими пока никто не отменял. Отсюда и конкуренция, порой переходящая в откровенную вражду. Дети конкурируют во всем. Даже вот, ну, пришли на спортплощадку, а вдруг их не пустят на спортплощадку. В гимназию номер 3 она попала в программу, у нее площадка получше спортивная. Здесь такого нет. Все, уже вот у нас тут это. Но как руководство гимназии допустило, что драка произошла почти на крыльце? И главное, куда смотрела охрана, которая насилие, по идее, должна пресекать? Ну, охрана в той же 3-й гимназии, если сказать, она есть, это человек, который входит за тем, чтобы на территорию школы не заходили в здание. Потому что территории гимназии и, как, впрочем, территории 68-го школы, они большие, они открыты для жителей. Родители обоих пострадавших учеников обратились в полицию. Там рассмотрят и проверят все версии конфликта. И тогда уже будет окончательно понятно, чем так не угодили друг другу ученики соседних учебных заведений. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев. Наше время.